друзья всех приветствую сегодня нас в гостях партнер а маркет с киева эксперт по международным финансовым рынком трейдер и управляющий активами михаил ричард михаил приветствую тебя артем привет приветствую всех уважаемых наших зрителей youtube канала или где мы будем размещаться может даже телевизионных каналов всем привет всем хорошего настроения хороший заработок и всего самого лучшего ну здорово на такой оптимистичной ноте давай тогда начинать не будем терять время знаешь первое что хотелось бы тебя узнать я знаю что ты профессионал с большой буквы поэтому наверное логичен вопроса как начался твой путь финансовой индустрии что сподвигло чего-то начал и как вообще пришел в индустрию вообще начало было еще в 2005 году тут даже больше начали мои родители потому что я живу в украине после развала союза начались приватизации все по кто смог получить получили акции компании и 2005 год акции украинских компаний начинают расти и тут неожиданно я смотрю происходит такая новая я тоже владел частью я на то время уже мог владеть частью акциями происходит сделка на которой зарабатывается очень даже неплохая сумма денег я понял что наверное надо все таки свою жизнь как-то присветить немножко изучению финансовых рынках кстати на то время мне было 16 лет подтянуть свои знания и уже начать самостоятельно работать на фидерак вот из того времени начал начал заниматься финансами начал работать в этой сей финансовой отрасли начинал на украинской бирже работал в 2005 2008 год это было просто золотое время в украине акции просто понимал акции компании укрнафта вырастали с 75 гривен до 900 это биткоин своего времени да да это просто это был действительно биткоин своего времени это это бешеные роста были пока не случился конечно финансовые с 1 потом 2 потом 3 потом 4 и сейчас какой у нас 5 за то есть основные заработки шли там плюс параллельно занимался форексом и также работал с валютными рынками торговали как в украине гривна и таки имели тоже была очень хорошая волатильность я вот по опыту текущая волатильность которая сейчас при корона вирусе при кризисах это примерно та самая волатильность которая была в 2008 году когда можно очень даже неплохие суммы денег заработать потому что вот евро буквально за три дня три недели он просто вырастает свои годовые движения проходит и это признание когда у вас есть знание и возможность трейдинг самых лучших дней для того чтобы действительно заработать хорошие себе деньги и и это еще не все думают а все кредит прошел все закончилось нет это только начало это только начинается всех михаил ты по образованию программист да тебе это помогает в твоей деятельности я на самом деле три образования в украине и еще несколько пройденных несколько десятков пройденных курсов за рубежом в том числе стэнфорде мити и вышки поэтому образование есть по всему но сказать что именно благодаря образованию я начал работать на финансовых рынках именно благодаря тому что я учился там на программиста или у меня программирование меня инженерная специальность у меня экономическая специальность есть то именно благодаря этому что я начал хорошо зарабатывать ну скажем так 50 на 50 потому что до знания надо иметь теорию ты должен должен понимать как чтобы финансовые рынки знать как устроена весь этот мир но дальше все это уже твои личные аналитические знания твоя практика и я бы даже иногда сказал чуйка того что происходит на рынке программирование кстати помогает очень сильно сейчас нас 90 процентов сил силу трейдинг автоматизировано это все делают торговые роботы что позволяет и мне сэкономить время для того что я могу больше уделить время отдыху или другому бизнесу и также стратегия алгоритмизирован и нет человеческого фактора то есть я не могу себе такой что нефть упала давайте я ее куплю это нет есть робот который принимает все решения но я так понимаю что это все равно робот которая заточена под твою торговую систему и возможно даже написаны тобой уже или нет да это робот ну понятно дело все роботы которые у нас это все написано под мою торговую стратегию стратегию нашей команды которая работает со мной вместе и ну и лично я его не писал конечно же потому что это немножко романский процесс и время затратные для этого у нас есть отдельное дело на программистах которые этим всем добром нас занимаются подкручивают адаптирует настраивает и есть роботы которые работают во флете есть которые работают в тренде везде прописаны риски есть те которые сливаются есть те которые зарабатывают ну тут на самом деле нужно понимать что любой робот это определенная другого стратегия которая работает в определенный промежуток рим нейросети и к сожалению еще скажем так то что не то что руки не дошли руки дошли но еще до форекса не дошли нейросеть записать вот но пока на финансовых рынках для того чтобы написать действительно хороший робот который будет постоянно адаптироваться по все условия рынка но это надо очень сильно потрудиться и это не один год работы михаил насколько я понимаю ты прямо сейчас находишься в киеве до украины сейчас можешь пожалуйста расскажите как обстоят дела с экономической ситуации как стоят дела с индустрией в целом с отношением к ней в текущих непростых реалиях сейчас такая ситуация украине карантин это я думаю все знают это по всему миру карантин казалось бы но экономика должна страдать должно быть тяжело всем но почему-то люди такие существа которые очень быстро адаптируются под любой кризис да конечно же в первых на первых порах многие компании действительно потерпят убытки но в то же время уже начинают постепенно адаптироваться и искать новые источники заработка но новые появляются бизнесы бизнес старый адаптируется под новые реалии и на самом-то деле если говорить по мне то мы адаптировались еще давно еще 2012 там 2011 году под текущие кризисные условия как оказалось что мы работаем на карантине уже восемь лет вот но в целом сейчас люди действительно стали искать новые источники заработка на стали больше уделять времени работе удаленно частности очень активно возобновились работа трейдера работа на финансовых рынках работ инвестирования и частности инвестиции за за рубеж украины в американские фондовые рынки тем более что индексы сейчас упали сейчас можно действительно быть очень хорошей компании по достаточно дешевой цене и на долгосрочке несколько часов даже сделать поэтому сейчас действительно очень большой вопрос на эту на эту сферу на и на этот вид работы что же касается именно экономики украины но я думаю не смысла ее сейчас обсуждать это больше скажем так но я долгосрочный долгосрочный процесс который который будет еще очень долго развиваться что будет дальше на самом-то деле как это что сложно сказать если говорить про чисто про курс дым на то что всех интересует да вот что по моим по моему мнению до гривна будет укрепляться почему первое недавно перед введением карантина был большой спрос на наличную валюту потому что как только уже не случается это кризис все люди просто сразу бегут покупать доллар так как доллар самой надежной валюты но доллар на банковском счету должен быть доллар должен быть налички теперь ситуация закрывается все границы авиаперевозки сократились поставка наличной валюты как доллара так и евро происходит то есть это прямом смысле сейф везут в украину и там мешок денег и это везде так на самом деле налички нет люди все побежали по обменникам побежали по банкам банки денег нет поменьше денег нет курс прыгает на 29-30 просто что 30 гривен это отметка такая психологическая если заходит за 30 в таком случае ловим где-то 40 бог да и на этом фоне курс очень сильно вырос это чисто был были эмоциональные покупки понятное дело банки тоже подключились под эту всю движуху заработали спреда увеличились продавал принять покупал валюту по 2770 продавал по 2930 и это были очень даже золотые времена после этого курс более-менее стабилизировался и сейчас он уже торгуется рассмотрю по 2707 и ближайшее время я думаю что он так и будет держаться даже может пойти на укрепление то есть ты полагаешь то что худшие времена не уже позади и после после снятия карантина если мы получаем еще дополнительные деньги мвф это только пойдет на укрепление самое самое страшное уже позади теперь уже многие адаптировались новые уже живут этой неопределенности и в принципе я думаю что впереди будет только сама слушай но твои комментарии по поводу укрепления предстоящего гривны особенно для тех кто не успел купить иностранную валюту сейчас как бальзам на душу я думаю что тебе отдельно спасибо скажет в комментариях главное чтобы она потом еще укрепилась михаил слушай у нас довольно много трейдеров именно у нас как у брокера с украины поэтому хотелось бы спросить у тебя почему лично ты выбрал нас как партнер важный вопрос есть одно слово называется человечность есть человеческие отношения с которыми можно работать с компанией так как то что хорошие условия бонус нормальное исполнение сделок вот в не без проблем это это уже стандарт это если это то что я считаю что это должно быть у каждого брокера у вас это давно давно уже есть сколько я вас уже помню мы работаем с 2013 первый раз еще познакомились где-то вот те года было и на самом-то деле это человеческие это то что всегда можно обратиться в службу поддержки в отдел сервисом можно напрямую пообщаться с с тобой их можно напрямую пообращаться с другими партнерами ну и поэтому вот это это сайт для меня это самое главное тоже ноги но очень человеческие отношения с трейдерами инвесторами вот это самое лучше очень приятно слышать большое спасибо за лесный отзыв я знаю то что ты являешься управляющим партнером и преподавателем в школе скажем так мистер ричард и партнерс учитывая то что ты выступаешь лектором и работаешь большим количеством учеников можешь вот сказать без прекраса оправдывают ли они твои ожидания удается ли достичь те цели которые вот они ставят перед тем как познакомиться с финансовыми рынками и тем как познакомиться с тобой достигают ли они эти цели смотри когда мы создавали на школу была школа университет нарастем главное как откуда она вообще взялась мы начали изучать что есть у нас на финансы вообще на финансовых рынках украины пришли к тому что во первых из инструментов для инвестирования были только гособлигации и были разного рода не особо надежные хайповый проект ну и одним из да и третье что тоже немаловажно это торговля на валюту то есть по факту вот овгц из инвестирования и 3d трейдинга это торговля на валюту это то что реально все остальное это было всякий шлак и что самое интересное люди шли именно покупали на шлак то что с вероятностью 90 процентов то потеряешь вот все шли туда соответственно мы начали делай по-другому начали больше давать бесплатных материалов много бесплатных материалов для повышения финансов для того чтобы люди понимали что такое начиная от обыкновенных денег заканчивая то как трейдить на форекс как инвестировать в американские в украинские ценные бумаги и как на этом всем создать свое финансовое благосостояние это с то чего у нас соответственно только только за прошлые три месяца я записал свыше 150 обучающих видео не все выложены на ютюбе бесплатный доступ это был каждый день по несколько видео я и записывал для того чтобы охватить полностью все всю сферу трейдинга и инвестирует такой конкретно что касается после этого всего когда мы это все много трейдеров тоже приходили ко мне на за индивидуальные же консультации и на индивидуальное обучение это дело я не могу все взять у меня не так много сожалению свободного времени но по три тире пять человек я всегда беру на годовое обучение и с ними работы я не хочу конечно хвастаться сильно но из тех людей которые я провожу индивидуальное обучение сто процентов зарабатывают деньги реально сто процентов они или на валютном рынке зарабатывают или на фондовом рынке или на криптовалютном рынке то есть то что им ближе то что и понятно но они зарабатывают и да есть несколько трейдеров которые просто перешли в разряд инвесторов и они больше не занимаются сейчас время больше просто есть трейдер который пришли на на инвестирование им больше проходит купить тот же s&p 500 или нас так и ждать когда он вырастет и знает о себе зарабатывать есть некоторые которые по семейным обстоятельствам просто не могли продолжать карьеру именно трейдера так как там или переезды были принципе проводим обучение на 27 стран буквально недавно сделали посчитали все 27 стран у нас мы охватываем по обучению нас свыше 21 тысячи человек прошли обучающие курсы и ну именно так или иначе или платные или бесплатные из них 900 именно платные разные и только у меня но и моих урокураторов и моих учеников которые тоже занялись преподавательской деятельностью вот поэтому оправдывать ли они мои ожидания самом деле так я доволен я действительно для меня это очень такой кайф когда вот чате читают люди пишут посмотрел курс и это это лучшее что я только видел ну для меня это очень 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 классно не такую дам мотивирует дальше работать и развиваться свое здорово хорошо ладно раз с твоими учениками мы разобрались они приходят тебе михаил научи нас зарабатывать деньги ты учишь и они начинают зарабатывать ну а твои цели какие цели ставишь лично ты неужели тоже заработать у меня была такая цель я я хотел ложиться спать раньше чем в три часа ночи вот вчера я легла спать в два вот первую цель я уже как бы себя выполнил кроме ну трейдинга да трейдинг на самом-то деле занимает у меня не я бы не сказал что очень много времени он где-то и лично для меня это полтора-два часа в день но кроме самого трейдинга для того чтобы скажем так еще больше развиваться меня еще дополнительные цели стоят так как я также управляю активами инвесторов и чем больше у меня растет сумма денег под управлением тем больше ответственность и это уже не просто кнопочки две нажал пошло не пошло или там спекульнул не спекульнул не заработал каждого инвестора свои потребности у каждого инвестора свои цели и когда с ним начинаешь работать и хочешь выполнить как бы его ожидание чтобы даже еще не просто выполните чтобы результат был лучше чем чем он чем он ожидает это все требуется вот ну а если принципе так уйти от трейдинга больше больше с личной цели то как бы это пафосно не звучало всегда надо быть лучше себя вчерашнего я с каждым учусь чему-то новому я каждый день изучают те отрасли которые раньше я думал что это мне будет вообще неинтересно вот я даже по себе знаю из такого самого яркого с последнего это истории для меня в школе и университете история это но это было что-то такое зачем мне это учить это надо это не хочу учить это выучивать все эти непонятных людей которые что-то делают сейчас просто читаю вот как развивался как разговаривать государство как и экономические модели там были какие как его лиц и тонировал все это действительно для меня сейчас стало чем-то интересным особенно путешествуя по миру ты смотришь на что-то новое и тебе становится интересно а как она появилась почему она здесь появилась и кто это вообще то есть вот это как бы основная тоже то же самое тренинги я постоянно учусь и в трейдинге и в программировании мы сейчас очень активно развиваем тематику машинного обучения в трейдинге и адаптируем некоторые своих торговых роботов и это все требует времени и требует опыта это алгоритмический трейдинг анализ поведенческих моделей этих участников рынка что они сейчас делают я не делаю что они покупают когда они покупают вплоть до того чтобы даже делает анализ поведения те же поисковых запросов по разным компаниям для того чтобы понять какое настроение инвесторов именно в этом и это на самом-то деле вот данные модели это своего рода как будущее в вообще управление активами так как сам один одного только технического анализа его уже не хватит нужно понимать фундаментал ты должен понимать и то что ты то как настроены инвесторы так как самый яркий пример есть компания объем которая на данный момент должна стоить 500 долларов за 1 акцию она стоит 70 это 500 долларов это согласно фундаментальным расчетом она стоит 70 почему она стоит 7 да потому что весь рынок продает все продается деньги забирают и в все акции и то и это не только одна она это есть еще ряд других акций которые можно вложиться и или просто на сроке сработать очень даже неплохую сумму денег кстати чем хорош цены что можно не только покупать и держать можно еще и продать и на этом тоже заработать согласен есть такой подход когда ты оцениваешь по запросам именно интересственной компании и можешь предположить что скорее всего у нее более интересное будущее в плане роста и так далее очень часто такой подход применяют например к оценке конкретной ситуации с биткоином вот в плане фундамента именно по тому какой интерес проявляется к нему в моменте и делать вывод будет он расти или нет лично я вот ты отметил что смотришь на фундаментальные показатели отдельных компаний и принимаешь там решение переоценена или не оценена я выходец по классической школы баф это когда соотношу стоимость чистых активов с ее капитализацией и опять же к кризису который действительно сейчас нагрянул скажем мировую экономику я а подошел с позиции того что сейчас есть очень хорошая возможность увидеть когда капитализация компаний действительно опускается ниже стоимости чистых активов и вот эти бумаги и нужно искать по поводу того что сейчас все находятся в изоляции я думаю что украина это не исключение но это действительно проблема всеместного соглашусь с тобой могу предположить что из-за того что люди находятся в изоляции сейчас действительно возник интерес к разного рода обучающим курсом в том числе и наверно к твоей школе может даже наверное подтвердить что интерес именно к онлайн курсом которые проводишь ты и твои партнеры тоже возрос и хотелось бы чтобы ты поделился своей точкой зрения относительно того что именно на колоссальных движениях которые мы сейчас видим по многим финансовым активам за этими движениями скрываются серьезные возможности и прошу тебя подтвердить что сейчас самое золотое время когда действительно финансовые рынки разных сегментов вам пользуются а спросом и это действительно то на что нужно обращать внимание ты согласен с этим согласен я это вообще поддерживаю всем всегда говорю еще когда кризис только начинался что сейчас начинается кризис это не проблема кризис это возможность и торту думает только кто видит эту возможность сейчас станет новым участником списка форбс то есть это сейчас рождаются действительно новые лидер списка форбс через там буквально пять десять лет это будут те люди которые сейчас найдут свою нишу бизнесе найдут свою нишу в финансах и начнут и начнут зарабатывать это именно такое сейчас время и этим надо пользоваться это возможность резюмируем тогда то что мы сейчас видим это ни в коем случае никакая не головная боль это самые настоящие возможности которые нужно брать именно согласен слушай я знаю то что твой канал на ютюбе называется осознанный инвестор что ты вкладываешь в эти названия собственно то с чего начиная начинал про анализ рынка и финансовой грамотности сожалению много во первых ли не понимают как инвестировать даже если инвестируют инвестируют то что о прикольно нефть упала давай-ка ее покупать а тут самолётики эти самолётик авиакомпании упали а давайте до них на их купить они что упали но это стратегически важные компании сейчас выкупят потом еще вот такого рода подход что а раз она упала на всего должны 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 вернуть да мы иногда работает я не говорю что работает работает но есть действительно то что упала который я но никогда никогда не поднимать если не подходить с позиции именно фундаментального макроэкономического анализа то в таком в таком случае и не будет по ним понимание и осознанности того осознанность свои действия в тренинге инвестирование торговать по одних полосочках но у меня из-за парентированной стране называется слепой уровень закрываешь глаза ставишь полосочку и принципе отрабатываешь главное глаза закрыть потому что иначе работать не будет я показывал кстати своих эфирах идеально отрабатывает особенно на истории не знаю как будущее на истории поэтому если исходить из такого подхода ну это не совсем поэтому нужно осознанный инвестор это когда ты понимаешь что происходит сейчас по крайней мере можешь это логически объяснить плюс ты понимаешь фундаментальные показатели если мы торгуем валютой в таком случае макроэкономику к каждой отдельной страны если мы торгуем акциями фундаментальные показатели этой этой акции и почему она должна вырасти и так вместе с тогда уже риском и техническим анализом ты будешь зарабатывание я сколько уже 11 кажется недель один провожу эфиры вот это микрофон со первого меня специально отдельный счет открыл на маркет и с 5000 долларов на данный момент 8 с половиной тысяч это за одиннадцатый день я рассказывал каждую свою сделку почему я захожу почему именно сейчас почему именно надо зайти сколько мы заработаем сколько мы потеряем это все есть записи есть до задокументирована полностью все видео поэтому все можно посмотреть это сколько доходность там 60 копейками процентов вот поэтому когда ты осознанно понимаешь что делать это четко понимаешь свои действия когда ты будешь заработать зарабатывать как на финансовый рынок так и будет зарабатывать любом бизнесе который бы как работа не занимался потому что трейдинг это это бизнес и им надо заниматься как бизнес а не ход слушай но при всей твоей загрузки у тебя хватает свободного времени на семью на близких людей не всегда если честно скажу когда я занимался сугубо трейдингом то есть самостоятельно торговал для себя на свои деньги разъезжал себе по миру хватило денег и времени на всех сейчас как только ну я сейчас управляю несколькими фондами в украине я управляю активами частных инвесторов плюс еще торгую самостоятельно для себя это все требует уделения очень много времени потому что когда у тебя сумма там условно твоя личная неважно какая бы она не было это один подход когда тебя инвесторские то если еще относительно небольшая сумма то это все равно ответственность но ты можешь ее совмещать сам но как только тебя сумма переваляет за шестизначные больше цифр это уже начинается совсем другой подход совсем другие люди потому что непростые люди инвестируют деньги и к ним нужен индивидуальный подход и ты не можешь облажаться и поэтому это раз второй момент я управляю несколькими публичными фондами которые тоже можно посмотреть всю историю все афгировано меня постоянно спрашивают покажите свой стейтмент ребята меня нет стоит на это потому что у меня я сдаю аудиторские отчеты под каждый отдельный фонд вот аудиторский счет я могу показать стоит у меня к сожалению могу выгрузить разве что с того счета который я сейчас торгую так как все мои фонды всем все мои публичные фонды они проходят ежегодное реагирование и вы можете можете их в режиме почти реального времени посмотреть на сайте дальше частных инвесторов стейтмент я просто показать не могу и так как это инвестициальная информация которую я более даже чем верит что если бы вы были моим инвестором вы бы не хотели чтобы я всем другим показывал то сколько у вас денег и как вы зарабатываете так поэтому вот собственно из-за того что да действительно сейчас ответственности больше на русском больше не всегда есть время для того чтобы уделять именно столько времени как ты хочешь чтобы уделять семье но выходные выходные это всегда семья выходные это только с любимыми и близкими и мы так стараемся делать чтобы несколько раз раз два-три месяца куда-то куда-то уезжают это полетать именно на выходные особенно если два-три дня получается вообще замечательно ну чтобы немножко не просто сидеть в одной стране еще путешествовать по миру тем более что мир сейчас этот не прям сейчас но я думаю что вы за счет его будет открыть и все возобновится и можно хорошо себе и отдохнуть и побыть семьей и попутешествовать ты затронул довольно важную тему значимую тему то что управлять например или скажем так управлять опустим слово работать с большими капиталами финансовых рынков при всем качественном анализе который может быть разносторонним техническим фундаментальным анализом психологии все равно бывают неудачные сделки как ты вот работаешь с такими как ты переживаешь сам факт того что твоя сделка пошла не в том направлении которое тебе нужно и особенно как ты переживаешь именно минус который есть на счете особенно если это вот не твои средства а средства твоих минусторов это управление рисками я это прочувствовал на себе еще в 2008 году потом 2011 потом 2014 и сейчас 20 20 я уже подготовился первое что это все сделки которые совершаются они идут в пределах риска второй момент инвесторские счета мы инвестируем на средний дорогой срок то есть это не сделка который ты зашел внутри дня сейчас зашел выше зашел выше тут идет больше инвестирование на дорогой срок с проговоренными званиями риска мы даже более того мы сделали алга систему которая анализирует риск профиль клиента нашего инвестора после чего она выдает подбирает такие активы которые подходят именно ему и таким образом чтобы мы не превысили ту просадку которую который может выдержать психологически даже человек вот что касается меня последние три недели я вообще работаю как финансы они не финансовый нас управляющий активами психолог они инвесторы занят что у нас что у нас там есть все упало рынке упали у нас я вижу что просадка у нас небольшая но выйдем мы или не выйдем из нее будет ближайшее время что мне с бизнесом делать и это каждое утро все упокойся все хорошо все доброе все будет все будет добрый ход и вот так как практически каждый до того момента пока рынок наконец-то вот сейчас фондовые отрасли сегодня вот что даже новость про то что вроде как прошли хорошие тесты по вакцине на коронавирус и и ближайшее время ее будут уже внедрять для массового использовать поэтому это уже очень хорошая новость для восстановления рынка сегодня даже индексы поврастали от трех до пяти процентов американских поэтому рынок сейчас устанавливается рынок растет и не местом стало речь лично для меня вот я говорю я последний я и так принципе ложусь поздно но для меня было тоже это такие немножко даже сложно это объяснить это больше такой знать на подсознание какое-то такое чувство тревоги что а если вдруг что-то пойдет не так а если вдруг что-то не сработает хотя все наши сделки мы их просто зашел сделку и сидишь думает что произойдет стоп поставивание мы еще дополнительно феджируем мы используем разные акционные конструкции для того чтобы если она падает и на этом за вы забрали часть и стратегия работы от тестировать все шикарно но все равно есть такое чувство внутренней тревоги который заставляет утром просыпаться пересматривать все это и от этого никуда не денется это это работа трейдера это работа управляющего если трейдер говорит что у него железные нервы в случае он не трейдер он скорее всего не проговала вот это чувство внутренней тревоги это наверное еще одна характеристика любого осознанного трейдера который прекрасно понимает что все что происходит сейчас все это может измениться очень отдельно тебе благодарность то что ты скажем выкинул еще порцию позитива такого что да есть сейчас тенденция возможно даже переломная действительно фондовые рынки растут американский фондовый рынок впереди планеты все он задает том принципе настроение на прочих площадках и поддерживает позитив но если все таки посмотреть немножечко вперед нашу не на несколько дней там а несколько недель то что мы видим сейчас это все конец всего плохого скажем а чем мы столкнулись из-за пандемии или могут быть вот эти рецидивы которые тот же самый сын 5 отправит опять же тем уровнем который мы видели буквально две недели назад и как думаешь хотелось продолжать дальше на позитивной ноте но но продолжу дальше тоже на позитивной ноте но немножко с другим акцентом после таких хороших хорошего роста и восстановления собственно почему оно произошло если так разобраться в первую очередь новости это понятное дело но есть еще поддержка со стороны центра банков они влилили в рынок больше 10 триллионов долларов ликвидности если суммарно взять все банки мира и я думаю что это еще не конец это первый момент второй момент дали дешевые деньги имеется ввиду распроцентную ставку снизить следующий момент рынок в принципе уже был готов к текущей текущей ситуации и принципе это не был такой черный-черный лебедь которого никто не ждал до коронавирусом как бы подстегнул это все движение и упали но на самом-то деле если мы посмотрим по фундаментальным данным по большинстве макроэкономик мира и в целом по экономике тех же штатов то того же закрытого китая европы британии производства за последние шесть месяцев оно катастрофически снижает темп роста производства отрицательный то есть не рост а падение как было в этом анекдоте у вас типа экономика растет да стабильно растет но с отрицательным значением вот это примерно то и происходило сейчас мире то есть принципе можно было к этому подготовиться но после того как фрс начал свою негласную количественное смягчение начал ливать деньги в краткосрочную ликвидность рынке поверили в то что а вдруг пронесет а вдруг восстановится а вдруг вырастет но китай сделал совсем все по-другому тем более что если посмотреть темпу роста промышленного производства китая за последние ну да да я по 10 лет но ты бьешь 66 процентов ежегодно и это очень много и тут тебе за один квартал у нас 13 половиной за один месяц даже не один кустам но возникает вопрос а как неужели коронавирус этот сделать скорее всего нет скорее всего там было внутри какие-то долги которые надо было каким-то образом списать и ну это уже больше с теории за ну не то чтобы заговором это уже это мы не знаем точно пока пока моему тушимаем то есть ты считаешь что проблему удалось залить деньгами да да вот первое что то есть удалось залить деньгами да на этом фоне все выкупили как показывает история обычно после таких рейсов происходит v-образное восстановление лично мое мнение что v-образного сейчас не будет сто процентов мы быстро так не остановимся это очень быстрое восстановление чтобы не случилось ну что кто бы что ни говорил это падение на 32 процента и восстановление обратно же за буквально за месяц я в это не верю тем более сейчас наступает месяц май продавай вот собственно то чего можем ожидать в ближайшее время и поэтому чтобы не оступаться с позитивной ноте до падения будет это будет возможность еще раз купить на втором дне которые нам дадут в подарок ты знаешь разделяю твою позицию что да хорошо но не нужно как говорится радоваться раньше времени то есть все возможно кризис довольно серьезный я собственно когда провожу свои аналитические обзоры тоже неоднократно делал акцент на то что этот кризис это не просто рядовой кризис который по циклу подошел после восьмого года нагрянул и вот разразился это возможно кризис который превзойдет по своим негативным последствиям все что было вместе взятое даже когда-то там прошлом и отдельные индикаторы состояния экономик того что происходит по кучевым именно позициям промсектора сферы услуг строительства рынка труда уже сейчас указывают на то что настолько плохо все никогда не было мы с тобой скажем также едины во мнении в позиции что сейчас на рынке есть колоссальные возможности которыми нужно пользоваться мог бы ты вот со своей колокольни дать напоследок емкий максимальный ем с учетом твоего опыта совет начинающим трейдерам инвесторам ну тем кто знакомится с финансовыми рынками первое первое думайте осознанно думайте то есть заняты не заходите просто сделки потому что вам что-то показалось изучите макро изучите фундаментальные основы и вам станет намного понятнее то что происходит в мире второй пункт риски соблюдайте риски не гонитесь за сверхприбылью пытаясь на непонятных вам рисках и непонятных фундаментальных обоснований и зарабатывайте деньги вот это это самое это самое главное то есть первое что будьте осознанны и и управляйте своими рисками психологию свою вы не поправите все мы люди все мы переживаем это но если вы заставите себя соблюдать риски если вы заставите себя учить фундаментальные основы экономики того что происходит в мире вам будет намного легче и понятнее торговать и зарабатывать на финансовых рынках спасибо тебе михаил напоминаю друзья то что сегодня в гостях а маркетс был эксперт финансовых рынков рейдер и управляющий активами михаил ричард михаил благодарю тебя за очень интересную увлекательную беседу спасибо артем рад встречи я надеюсь еще увидимся еще не один раз поэтому друзья всем хороших заработков ищите возможности во кризиса и зарабатывать все верно спасибо